Я приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. И сегодня будет видео о фикс прайсе, которое так любят очень многие. И поэтому я решила тоже забежать в фикс прайс. Давно я там не была. Если вам интересно такое видео, то прошу оставаться со мной. Забежала я туда за кое-какими новинками, которые видела у других девочек в видео. И мне тоже захотелось их приобрести. Давненько я не бывала так, чтобы хорошо так основательно погулять по фикс прайсу. Так обычно набегами перед кино забегали за вкусняшками какими-то. Поэтому вчера я посетила два фикс прайса в нашем городе. Потому что в одном фикс прайсе не было того, что я хотела. А в втором наконец-то было. Так вот, что собственно я приобрела? Буду доставать хаотично то, что будет попадаться. А то я буду рассказывать. Первое, о чем хочу рассказать, это я нашла наконец-то вот такую расческу. У нас есть расческа, у нас есть вот такая расческа, которая уже довольно много времени. И здесь уже большинство зубчиков поломались и погнулись. Поэтому мне нужна была на нее замена, потому что она мне очень-очень нравится. Особенно ей отлично расчесывать мокрые волосы, когда нет возможности высушить их перед работой. Поэтому приходится расчесывать такие влажные в общем волосы. Тогда волосы не выдираются. Поэтому мне нужна была замена. Я купила вот такую. Такой вот квадратной формы у нас в фикс прайсе нет. Я не знаю, есть такие сейчас или нет у кого-то. Значит, это у нас вот такая вот фирма. Стоила она 55 рублей. У нее точно такие же мягкие, удобные зубчики, только другая форма. Там была в двух цветах. По-моему, какой-то красный или зеленый. Но мне понравился вот такой вот желто-черный. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Надеюсь, она также станет моей любимицей. Также всякие женские штучки. Там тоже довольно по выгодной цене. Беру там очень часто, если бываю. И влажные салфетки. Куда без них. Тоже давно там не брала. Взяла одни вот такие вот голубые котты. Hands, Faye and Body. 15 здесь штучек. Я взяла их себе в сумочку. И вот такие вот беленькие, в которых уже 30 влажных салфеток. Деликатно чищают. Не вызывают разряжение сухости. Вообще, они идут для интимной гигиены. Но я использую их в совершенно разных ситуациях. Когда надо руки вытереть там после сводчев или куда-нибудь еще. Классные влажные салфетки. Стоят бюджетно. Все их часто берут. Поэтому я тоже взяла. Они мне очень пригодятся. Наконец-то я нарвалась вот на такой вот освежитель воздуха. Который очень хотела попробовать. Потому что это как раз то, что нужно на холодное время года. Это для специального дозатора. Который у нас стоит в туалете. И аромат обалденный. Называется горячий шоколад. Я его когда увидела моментально схватила. Стоил он 99 рублей. Конечно, значительно дешевле, чем все вот эти освежители, которые есть. Продаются у нас в различных магнит косметик. И когда я брала его, на кассе девушка его так расхваливала. Сказала, что он обалденно пахнет. Ой, действительно пахнет. Очень приятно. Действительно шоколадом. Ой, аж слюги потекли. Какао. Горячим шоколадом. Ой, действительно отличная вещь. Я очень рада, что взяла. Оформление такое очень милое. Красивое. Здесь изображено как раз какао, шоколад, сливки, всякие вкусняшки. В общем, будем с огромным удовольствием его использовать. Я взяла его, кстати, последний. У нас его, видимо, разбирают с огромной скоростью. Потому что до этого я вообще на него ни разу не натыкалась. Следующее, что я взяла. Думала, надо, мне не надо. Все-таки взяла очередную форму из фикс прайс. На этот раз елочка. Слышала на нее уже хорошие отзывы. Что она держит, в отличие от тех, которые я брала до этого. У меня есть две силиконовые формы из фикс прайса. И обе они ни о чем. Совершенно они не держат форму теста. Они растекаются по бокам. В общем, никакие. На этот раз я взяла, там были в трех цветах. Но я взяла, естественно, зеленую, так как елочка. В общем, форма силиконовая для выпечки. Сегодня, кстати, ее как раз и попробую. Собралась сегодня делать свою любимую шарлотку. Вот как раз и попробуем. Вот здесь есть игрушки такие, выбитые. Надеюсь, что их будет видно в тесте. Ну и надеюсь, что она мне не подведет. Я взяла одну, хотя хотела взять две. Потому что все равно, когда готовишь тесто, естественно, больше, чем вот на эту маленькую елочку. Но взяла пока одну. Думаю, если понравится, тогда уже возьму вторую. Потому что до этого, я как уже сказала, формы меня все разочаровывали. Так, взяла носочки такие очередные для сыночка. Они идут, вообще-то, написано, женские носки 23-25. Но я беру их для сына. Они очень удобные, что здесь идет посередине такая резиночка. И сами они по себе очень хорошего качества. Он с огромным удовольствием их носит. Поэтому взяла еще одну парочку. Так, ну и, конечно, не могла пройти мимо вот таких батончиков, которые я беру постоянно, когда бываю в фикс-прайсе. Мой любимый вот такой вот с кокосом. Многие говорят, что он приторно-сладкий. Ну, конечно, он слаще, чем другие батончики. Но он не такой приторный все равно, как Баунти, например. И все равно в нем состав чуть-чуть все-таки полезнее, чем Баунти. Ну и второй взяла вот такой протеин-карамель. Я такой не очень люблю, но для разнообразия взяла такой. Чтобы не брать два подряд одинаковых. Но мне они очень нравятся. В качестве перекуса подходит просто идеально. Так, берем вот такие вот конфетки. Это у нас Тофи Крим. Я такие не пробовала. Тофи Крим Какао. Сейчас, кстати, мы попробуем. И я расскажу, как. Выглядит конфетка вот так. Это внутри крем и шоколад. Очень-очень сладкая, очень вкусная. Я думаю, детям и им понравится. Следующее, что я взяла, это была очередная вот такая зажигалка. В том году я брала точно такую же. Она отлично. Ей так удобно зажигать свечки. Она у меня стоит рядом со свечками. Но она уже у меня закончился, видимо, газ. Она тут заправляется. Но это надо покупать эти баллончики. Я вообще не стала заморачиваться. И купила себе такую новую. Потому что она действительно очень-очень удобная. Следующее, что я взяла, это был вот такой вот переходник USB для подзарядки мобильных устройств. Стоил он 55 рублей. У нас такой уже был. И не так давно он сломался. Очень удобно, что здесь есть различные переходники для всех устройств. Вот этот у нас подходит для планшета. Это для телефона. Ну, вот эти два нам без надобности. Хотя вот этот для айфона, где дочка тоже иногда использует. Но такого у нас в наличии нет. Очень удобно. Стоит 55 рублей, как я уже сказала. Подходит для многих. Отлично работает. Мне понравился. Поэтому советую брать. Он находится всегда у них на кассе. Увидела вот такую вот новиночку. Очень красивое оформление. Это Вилсон. Ароматический крем рук. Крем-крум. Крем-ухо для рук и тела. Лифтинг эффекта питания. Вот с такими вот красивыми новогодним оформлением. Здесь нарисованы мандарины, елочки, снег. Что касается аромата. Пахнет мандаринками. Приятно очень. Но я его не пробовала. Использовать не буду. Потому что я взяла его, скорее всего, на подарок. Потому что мне очень понравилось такое красивое новогоднее оформление. Крем-крум для рук у меня есть. Но вот оформление, конечно, меня привлекло. Надеюсь, что он понравится. Тот, кто будет его использовать. Также я взяла 4 батарейки Flux. ААА. Батарейки алкалиновые. Мы такие берем часто. И, в принципе, они хорошо работают. Может быть, недолго, как энерджайзер какой-нибудь. Но вполне неплохо. Стоит бюджетно. Поэтому постоянно их берем. Так, ну и, конечно, не могла пройти мимо вот этих губок. Я брала их еще в прошлый раз, когда была. Мои любимые губки. Постоянно ими пользуюсь. Они очень-очень удобные. И с одной стороны здесь более такая твердая, шершавая. Другая обычная губка. Но они мне нравятся намного больше, чем поролоновые губки. Поэтому без них сейчас просто никуда. Они обалденные. Также всегда, когда по Амфикс Прайсе, мы берем вот такой вот Эрми Горд. У нас продается Эрми Горд. Это как типа пудинг. Да, пудинг в магните. Но там он стоит значительно дороже. По 15-16 рублей за один. И такого орехового именно в магните у нас не бывает. Там бывает или темный шоколад, или белый шоколад, или просто карамельный. А этот именно ореховый. Он очень-очень вкусный. Поэтому дети у меня его просто обожают. Всегда, когда беру в Амфикс Прайсе, для них беру именно вот этот ореховый пудинг. Такой приятный карамельный вкус с привкусом орехов. В общем, советую. И там он по 12 рублей. Очень выгодно там брать. Также взяла вот такую вот салфетку для кухни. Она называется... Ну, так она называется. Салфетка кухонная. Она стол 45 на 30. Kitchen фирма. Стоила она 55 рублей. С одной стороны она белая такая. Ну, как бы не глянцевая. А с этой стороны именно вот такая. Глянцевая. Я взяла ее в качестве фона для фотографий в Инстаграм. Но она бликует. К сожалению, если бы она была матовая, было значительно лучше. А так, из-за того, что она такая глянцевая, мне не очень понравилось, конечно. Не знаю, буду куда ее использовать. Но вот взяла. Думала, что подойдет. Ну, в любом случае, куда-нибудь приспособлю. Так. Следующее, что я взяла, это был очередной ароматизатор. Я уже показывала такой. Нам очень понравился. У меня был аромат корицы. Вот, кстати, он. Я его принесла показать, что он у нас практически подошел к концу. Обалденный аромат корицы. Но, к сожалению, сейчас его уже практически не слышно. Только если вот так вот принюхиваешься, его слышно. А так, когда он стоит по комнате, его вообще совершенно не ощущается. Хотя поначалу, когда мы его поставили, он пах на всю комнату просто обалденно. Этот аромат я еще не нюхала. Сейчас я его тоже открою и потестирую. Так, если кто не видел, он оформлен следующим образом. Здесь в коробочке, значит, есть вот такая вот в качестве, наверное, чтобы держалось все, там не отваливалось. Палочки входят в комплект. Раз, два, три, пять штучек. Такие вот обычные деревянные. Ну и, собственно, сам ароматизатор. Что касается аромата ванили, я уже его потестировала. Ну, не знаю, особо ванили я не ощущаю здесь. Какой-то такой легкий кондитерский аромат. Не сильно сладкий. Ну, а ванилию, может быть, ванилия натуральная, которая в палочке. Пока, конечно, как-то не особо мне понравилась. Корица, честно говоря, пахла лучше. И вообще там есть ароматы розы. Но роза тоже такая химическая, мне не очень понравилась. Потом яблоко я видела и что-то еще. То ли лаванда, то ли что-то. Ну, ладно, пускай стоит. Решила попробовать все-таки еще ваниль. Все-таки мне эти ароматизаторы нравились. Взяла вот такое вот милашество. Такой вот ангелочек. Очень мне понравился. Там были разные... Я взяла вот такие вот сложенные ручки у нее. Смотрите, какая прелесть. Вот на елочку повесить. Кстати, смотрите внимательнее. Там много было у кого отваливались вот эти ручки и лежали отдельно в пакетике. То есть они часто приходят сломленные. Материал у нее очень прикольный. Такое ощущение, как будто это пластилин. Сделано очень качественно, красиво. Такая милота. Я осталась в восторге от этого ангелочка. Думаю, ну, использовать для фонов, для фотографий, может быть, для новогодних как раз будет в тему. И качество такое у него приятное на ощупь. Точно как пластилиновый. Классный ангелочек. Девочка такая приятная. Ну и на елку повесим потом, конечно, тоже. Милота. Так, следующее, что я взяла, это была маечка. Маечка домашняя. Наконец-то я там более-менее что-то нормальное нашла. Обычно у нас там такой хлам. Вот такая вот серенькую я выбрала. Bad Girl. Там были разные, кстати, надписи. Самая обычная. Тонкий трикотаж. Недолговечный. Скорее всего, скоро на ней появятся какие-то дырочки. Стоила она 99 рублей. Взяла я в размере 46. Фуфайка. Почему фуфайка? Потом футболка женская с принтом. С принтом, с принтом. Вот у нее такой довольно широкий вырез. Средние рукавчики. Вот такие маечки я ношу дома с леггинсами. Мне очень удобно. Я люблю. Это практично, в принципе. И так как они появились в фикс-прайсе, буду теперь там часто их брать. Потому что это получается более экономичное по 99 рублей. Следующее, что я взяла, это была скатерть. Скатерть на кухне. Вот такая вот скатерть колорит с бейкой. 135 на 140. Нам нужна новая скатерть как раз на стол кухонный. Сейчас я раскрою и расскажу, как она мне по качеству. Качество, кстати, вполне неплохое. Конечно, клеенка жутко воняет, но потом, я думаю, выветрится. Я выбрала вот такой вот рисунок с макаронами. Такой как раз самый кухонный рисунок. Сзади у нее идет такая, как и положено, у любой клеенки кухонная подкладка, или как это называется. И мне очень понравилось, что она вот так вот обшита бейкой. Она не рассыпется на кусочки по бокам. Вот, хорошее качество, очень даже. Я даже удивлена за свою цену. Стоила она, по-моему, 99 рублей. За свою цену 99 рублей очень даже хорошая скатерть. Могу посоветовать. И тому же она такая довольно большая. Я думаю, что, возможно, даже будет слишком большая для нашего стола. Хотя у нас не такой большой стол. Ну, конечно, не могла пройти мимо нашего колги. Плакс, который мы берем постоянно в экспрайсе за 99 рублей. Не встаю об этом говорить, что там самая выгодная цена на него. С натуральным экстрактом чай на этот раз взяла. Обычно мы берем алтайские травы или там с шалфеем, что-то. Но с чаем я больше всего люблю. Это мой самый любимый. Вообще люблю ополаскиватели с привкусом зеленого чая. Так. Взяла вот такую вот елочку. Теперь приедем к новогоднему. Декорация настольная елочка. Вот такая вот милота. Она собирается из двух частей. И к ней идут бубенчики, которые можно повесить. Вот так вот она выглядит должна. Я, в общем, ее потом соберу и вставлю, как она смотрится. Взяла ее на работу, чтобы поставить себе на рабочий стол. И чтобы создавалось какое-то новогоднее настроение. Я думаю, что она будет вполне симпатично смотреться. И вот эти бубенчики мне прям очень понравились. Они к тому же звенят. Такая вот милота. Также взяла вот такие печенюшки. Это печенье сдобное пражское. Сейчас я тоже открою и посмотрю, как оно выглядит. Печенье выглядит вот так. Внутри там идет как шоколадное повидло или что-то такое. И снаружи тоже шоколада блид. Очень мягкое, вкусное, приятное. Классное печенье. И тут его, кстати, довольно много. Поэтому могу посоветовать вот такое вот пражское печенье. Следующие наши любимые мексиканские лепешки. Тортилис. Пшеничные, оригинальные. Вот этот раз взяла обычно я беру кукурузный. Но как-то кукурузный не очень нравится. Почему кукурузный? Томатные. Но томатные они не очень рады по вкусу. А эти оригинальные. Самые обычные пшеничные. Похожи на лаваш, но более толстые. Очень классно из них делать различные бутерброды. Следующая точка я, собственно, нашла фикс прайс. Это вот такая гирлянда новогодняя. Но у нас, к сожалению, практически в одном фикс прайсе вообще ее не было. В другом нашла только. И вот такие вот снежинки. Я хотела взять немножко другие снежинки. Но там были только елочки маленькие. Или вот такие. Поэтому просто взять то, что было. Иначе вообще ничего не было. Взяла я эту гирлянду для того, чтобы фотографии делать в инстаграм. Для того, чтобы повесить куда-то для украшения. Детскую, может быть, потом. Вот сейчас я вставлю сюда батарейки и попробую, как она светится. Все, вставила я батарейки. Благо, что батарейки рядом. Пока дошло до меня, как ее открыть, эту штуку, как ее вставить. В общем, намучилась. И вот такая вот красота получаются. Такие вот снежиночки. Светятся они таким немножко желтоватым оттеночком. Но выглядят очень симпатично. Вообще здорово придумали вот эти вот. Вот там у меня гирлянда висит тоже. На батарейках здорово. Вообще здорово, что можно повесить в любое место. Можно с собой взять куда-то. Посмотрите, какая красота. Очень, очень мило выглядит. И стоимость у нее тоже недорогая. Сколько она вообще-то стоила? Стоила она 50 рублей. Я считаю, что за 50 рублей. Она такая, конечно, коротенькая, маленькая. Но вполне здорово смотрится. Мне очень нравится. Я, в принципе, именно из-за нее и рвалась в экспресс. И в итоге столько всего набрала. Так. Ну и осталось у меня последние две новогодние покупочки. Конечно, я не могла пройти мимо вот этой вот мелоты. Это новогодняя тарелочка. Там они есть, как уже многие показывали, в виде пингвинчиков и в виде Деда Морозов. Я выбрала все-таки елочку. Долго думала, какую взять. Но решила остановиться вот на этой. Очень красивая. Очень по-новогоднему смотрится. Обязательно буду в нее положить какую-то закуску на Новый год. На столе новогоднем смотрится празднично, по-новогоднему. И фотографировать тоже, думаю, в качестве декора для фотографий тоже, думаю, будет смотреться очень-очень мило. Вообще, хотела взять еще всякие новогодние серпантин или что-то такое. Но ничего такого не увидела. И последнее, что я взяла, это была вот такая вот елочка. Ее я взяла вот сюда. Вот поставить к себе на тумбочку. И создавать уже такое новогоднее настроение. Сейчас я ее открою и покажу, как она выглядит. Сделано это все, конечно, очень неаккуратно. Но за 50 рублей, вот так вот в стороне, если смотрится вдалеке, то в принципе незаметно, что это неаккуратно. Тут везде, конечно, торчит клей. Везде это все осыпается жутко, вот этот вот пенопласт мелкий. У меня уже здесь все вокруг, и я вся в нем. Но вот так вот, если поставить на тумбочку, я думаю, это будет создавать настроение и выглядеть вполне себе симпатично. Вот такая вот милота. И мне понравилось, что здесь вот так вот закрыто все. Горшочек такой золотой. Под цвет вот этих шариков, бантик тоже все это так гармонирует, так скажем. Вот такая вот милота. Ну вот, вот такие вот у меня были находки с фикс прайс. Я считаю, что очень удачный заход получился. Даже два. Все, что я хотела, я приобрела. За исключением каких-нибудь серпантинов я хотела взять для декора фотографий. Ну ладно. Но в любом случае, получился очень-очень удачный заход. Пишите обязательно, что вы приобрели за последнее время в фикс прайсе. Какие у вас были удачные находки оттуда. И вообще, ходите ли вы в этот магазин. Я думаю, что если вы не ходите, вряд ли вы смотрели вообще это видео. Обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Впереди еще очень много интересных видео. Желаю вам всего самого-самого хорошего. И новогоднего настроения. Чего нам очень не хватает в этом году. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.